Майне дамы и хэрн, позвольте представить вам щи суточные. Ребятишечки, привет! Сегодня приготовим суточные щи. Блюдо очень старое, и я расскажу буквально, ну вот чуть-чуть, чтобы не затягивать процесс, что это такое, и с чем его вообще-то едят. Готовились такие щи очень долго в русской печи. Ну, так как у меня печи нету, я буду делать в духовке. Такие щи, а точнее капустный приварок, очень сильно пользовались популярностью у ямщиков, которые при доставке того или иного груза, пересекая матушку Россию, имели такой приварок у себя. А стационные смотрители, они в то время были просто обязаны предоставить ямщику свежих лошадей и кипяток. Для чего кипяток? Ну, приехал такой ямщик на какую-то станцию немного отдохнуть, достал этот замороженный капустный приварок, налью туда кипяточку, поставил в печку, и через какое-то время уже имел полноценный обед или ужин. Ну, это было, в принципе, вкратце. Короче, давайте готовить. Так, ну вот у меня квашеная капуста. Не соленая, а именно квашеная. И чтобы капуста при поедании щей не свисала с ложки, мы ее немного укоротим. Готово. Добавляю буквально 2 лавровых листа, кипяток можжевеловых ягод, 2 гвоздички. Заливаю кипятком. Так, ну этого будет достаточно. Коротенько на плиту, скипячу, накрою крышкой и отправлю в духовку при температуре 120 градусов, чтобы капуста у меня томилась на 3 часа. Так, также для щей мне понадобится килограмм говядины на косточке. Говядину я промыл. И щи я хочу эти сделать с добавлением фасоли. Заливаю кипяченой водой. Так, я отправляю на плиту. После того, как вода закипит, варю 15 минут. Фасоль я также загрузил с говяжьей грудинкой, потому что, во-первых, у нее очень длительный процесс приготовления, и, во-вторых, нам нужно вне избавиться от токсинов. Так, ну вот тут у меня как раз уже и кокуса закипела. Капусту я сразу отправляю в духовку. И так как я в щи буду добавлять картофель, я взял картофель такого сорт разваристый, 4 штучки, буквально полкило. Также отправляю в духовку и просто-напросто приготовлю, ну, чтобы мне лишнюю электроэнергию не гонять. Да, еще момент, который я хотел бы озвучить. Значит, капуста у меня находится в невысокой кастрюле. Поэтому я ее перемешивать не буду. Если вы готовите, точнее, если вы томите капусту в более высокой посуде, то каждые полчаса было бы неплохо, чтобы вы ее перемешивали. Картофель я готовлю только до готовности. Его переготавливать не нужно, чтобы он не стал там темно-буро-малиновым. Бульон закипел. Часть пены я могу уже удалить сейчас. Включаю таймер на 15 минут и иду заниматься своими делами. Здесь мне возле плиты стоять в данный момент незачем. Так, 15 минут прошло. Мясо перекладываю в чашку. Мясо слегка промываю. Фасоль обратно в кастрюлю. Мясо туда же. Заливаю опять же кипятком. Добавляю один лавровый лист. Пять крупных можжариловых ягод. Две гвоздики. И одна чайная ложка соли. Одна. Потому что мы будем добавлять квашеную капусту, в которой тоже содержится соль. Чтобы мы наши щи не пересолили. Накрываю крышкой и готовлю в скороварке до приготовления мяса. Но у меня это составит с закипанием и с открыванием крышки один час, максимум час десять. Вы ориентируйтесь на свою скороварку. Или же вы если делаете в кастрюле, то до полного приготовления мяса. Так, картофель у меня приготовился. Ну вот первая картофель была готова через полтора часа. Остальные немного попозже. Поэтому проверяйте. Мясо готово. Я его перекладываю в отдельную чашку. Отделяю фасоль от бульона. Фасоль отправляю в кастрюлю. Удаляю лавровый лист. Удаляю можжавеловые ягоды. Им уже здесь делать нечего. Да, фасоль, которую я варил, я ее предварительно замочил в холодной воде на ночь. И оставил разбухать при комнатной температуре. Так, ну и процежу бульон. Если у меня какие-то еще частички белка остались. Делаю я это очень просто через бумажное полотенце. Можно помочь себе поварюшкой. Если бумажное полотенце забилось, поменяйте его. Я, конечно, не знаю, почему мучаюсь я. У меня для этого есть специальное очень тонкое сито. Ну вот. Ну вот этот весь осадок я выливаю. Так, ну вот, теперь я могу разобрать мясо. Удалить весь жир, который у меня в суп не пойдет. Ну тут уже решайте для себя каждый сам, что вы хотите оставить. Кто-то любит жилки, кто-то не любит жилки. Кто-то любит жир, кто-то уже не может себе позволить есть его. Ну и готовое мясо я отправляю обратно в бульон. Ну вот и мой капустоприварок готов. И также удалю лавровый лист, можжевеловые ягоды, гвоздику. Так, друзья, ну капуста получилась очень мягкая. Поэтому, если вы хотите, чтобы она была еще мягче, то вот этот капустный приварок нужно заморозить. А потом доваривать суп. Ну так как у меня уже обед, я этого делать не хочу. То я буду доготавливать суп полностью без замораживания. Из овощей я взял морковь, корень петрушки и стебли сельдерея. У сельдерея обязательно экономкой снять верхнюю часть, так как она слишком волокнистая. Обязательно в этом месте, вот в этом месте очень хорошо промыть. Ну и вот так вот наискосочек нарезать. Сельдерей готов. Далее, если у вас есть такая терка, как у меня, то натрите корень петрушки и морковь именно на ней. Если как таковой не имеется, то тогда лучше нарежьте соломкой, ножом. Я бы не стал тереть эти овощи вот на такой вот терке. Просто у вас получится каша. Вот таким вот образом. Овощи готовы. Я перемещаюсь в плите. Овощи вы можете обжарить как на сале, как на растительном масле. Это ваше личное дело. Я обжариваю на растительном. Лук я не добавляю, так как я его просто-напросто не ем. Добавлю немного порея. Ну, уже непосредственно суп. Так, пока овощи сушатся, я подготовлю картофель. Это тот самый картофель, который мы запекали. Да, мало ли, если вы хотите добавить свеклу в ваш суп, то вы также можете ее запечь в духовке. Одно лишь, что меня смущает, 3 часа при температуре 120 градусов, я не совсем уверен, что свекла за это время приготовится. Возможно, если без фольги, то шанс есть. Но, опять же, я не уверен. При более высокой температуре, да. И картофель я теперь просто-напросто разомну вот так вот толкушкой. Тем самым, просто я придам щам немного бархатистости. То есть, картофель я как бы загущу. Но, если вы не будете добавлять картофель, то вы можете сразу с овощами при пассеровке добавить муки. Ну, буквально 2 столовые ложки. Тем самым, у вас щи будут точно так же густыми. К овощам добавлю полную столовую ложку томатной пасты. Это 30 грамм. Немного присолю. Добавлю немного красного вина. Я не стал сразу добавлять томатную пасту, когда готовил капустный приварок. Просто через 3 часа весь свет бы ее в духовке просто-напросто бы умер. Добавлю немного лимонного сока. Можно добавить слегка немного уксуса. Немного сахара. Буквально столовую ложку. И дам немного потушиться. Ну вот, овощи уже выглядят прекрасно. Я начинаю собирать щи. Кастрюля у меня 5-литровая. Ну и картофель. Дам супу закипеть. И поварю еще буквально 5 минут. Так обязательно попробовать на соль. И что я еще забыл добавить, это тмина. Не тимьяна, тмина. Кто не любит, тот не добавляет. Для умников, которые мне, возможно, в комментариях напишут, что эти щи нельзя назвать суточными, я с ним соглашусь. Их нельзя назвать суточными. Моя задача была донести для всех, кто смотрит этот ролик, как готовятся суточные щи. Поэтому я последнюю стадию, а именно замораживание, как таковой убрал. Товарищ Сталин тут вообще любил, чтобы щи ему готовили не сутки, а трое. Ну, я считаю, что это уже просто перебор. Щи закипели. На вкус они превосходные. И что лично не хватает мне, так это цвета. Ну, поэтому я воспользуюсь запрещенным методом и добавлю немного свекольного сока. Ну, просто он у меня есть, и мне его некуда использовать. Чтобы он не пропал, я добавлю его сюда. Он не даст никакого особого вкуса свекольного, но он даст мне цвет. Ну, вот совсем другое дело. Так, ну и решил я добавить немного укропа. Укроп у меня не свежий, он у меня свежемороженный. Так, ну а я перемещаюсь на стол подачи. У меня все готово. Что лично еще люблю я, к борщу или к щам, это взять корочку поджаренного хлеба и натереть ее чесноком. Этого делать не обязательно, но поверьте мне, это будет вкусно. Мой обед на сегодня готов. Ну вот, друзья, сегодня я вас познакомил с рецептом суточных щей, так как вижу его я. Если кто-то готовит по-другому, ради бога, я не возражаю, я не из полиции, следящий за оригинальностью приготовления. Если вам этот рецепт понравился, пишите мне ваши комментарии, ставьте ваши лайки, делитесь этим видео с вашими друзьями. А я желаю вам всего самого доброго и до новых видео.